Цветок ротон, размножение дома. Какие способы? Кротон, размножение и уход за которым требует усилий, очень эффектный, даже можно сказать, экзотический комнатный цветок. Но назвать его неприхотливым вряд ли можно, для полноценного развития ему требуется постоянное внимание. Несмотря на капризный нрав, это растение можно успешно выращивать и размножать. Нужно только немного терпения, знания и упорства, и цветок украсит дом своим оригинальным видом. Как размножить кротон в домашних условиях? Есть несколько способов. Получить молодой экземпляр такого растения можно несколькими методами. Подготовка и посадка черенков, посев семян с последующей лепикировкой. Принудительное образование воздушных корней, деление взрослого растения, укоренение листа. К сведению, самый популярный способ черенкования. Прибегнув к нему, можно максимально успешно получить новое растение. Остальные методы также применимы, но требуют больше сноровки и терпения. Как же размножается кротон в домашних условиях? Далее об этом подробнее. Эффектный кротон размножения черенками. Этот метод довольно просто и эффективен. По этой причине он применяется цветоводами чаще остальных. Как выглядят готовые черенки? Сам процесс получения новых саженцев кротона состоит из нескольких этапов подготовки черенков. Для получения хорошего посадочного материала возможно использовать верхушечные части растения, молодые и одревесниевшие побеги. Длина черенка не должна превышать 10 сантиметров и иметь как минимум одну почку и один лист. Обработка среза. Место среза необходимо промыть водой или вытереть салфеткой. Сам срез лучше обработать злой для обеззараживания. Выдержка на воздухе. После обработки среза черенки нужно разложить на салфетки или ткани и оставить на 2-3 часа. При комнатной температуре. Посадка. Можно поместить черенки сразу в грунт, но допускается и помещение в воду для образования корней. При посадке в грунт требуется укрытие, которое периодически следует приоткрывать для проветривания. Пикировка. Через 25-30 дней должна образоваться корневая система. На данном этапе следует рассадить саженцы в отдельные горшки. Обратите внимание. Для успешного укорения температура варники не должна опускаться ниже 22 градусов, а влажность ниже 70%. Перед посадкой черенки можно обработать препаратом для стимуляции развития корневой системы. Если было принято для образования корней поместитель в воду, сами черенки можно не обрабатывать. Препарат добавляется непосредственно в подготовленную емкость с водой. Верхушечные черенки довольно часто для получения посадочного материала используют верхушки кротона. При подготовке черенка из этой части растения следует иметь в виду, что после среза на нем должно остаться два листа и одна почка. Нижние листья следует удалить. Процесс укоренения верхушечных черенков в остальном ничем не отличается от метода, используемого для материала из других частей растения. Размножение семенами. Получение нового растения из семян процесс весьма трудоемкий и долговременный. Разведение всем способом под телу только опытным цветоводам. Как правило, его используют, если есть желание получить растение редкого сорта, либо при отсутствии возможности прибегнуть к другим методам. Важно! Семена кротона нет смысла охранить долго, они быстро теряют всхожесть. Для посева можно использовать только полученные в текущем году. Процедура выращивания кротона из семян состоит из нескольких этапов. Замачивание. Перед посадкой семена сначала выдерживают 30 минут в горячей воде, а затем оставляют на 24 часа. Воде комнатной температуры. Подготовка емкости и почвы. Емкость для посева должна предполагать установку укрытия, оно может быть из пленки, стекла или пластика. В состав грунта должен входить торф и песок в рапорции 2-1. Посев. Семена заглубляют в грунт на 1 сантиметр. Непосредственно перед посевом почва должна быть хорошо увлажнена. Установка укрытия. Для поддержания необходимой влажности первое время укрытия снимать нельзя. Полив производится в аддон. Процесс прорастания занимает около месяца. После появления всходов постепенно начинают приоткрывать тепличку, таким образом молодые цветы постепенно закаливаются. Пикировку необходимо проводить после появления на саженцах третьего листа. Обратите внимание, молодые всходы, как и распикированные растения, требуют поместить на светлый подоконник. Но следует учитывать, что прямые солнечные лучи могут быть губительны для растения. Размножение воздушными отводками. Использование этого экзотического способа подразумевает одно обязательное условие – наличие взрослого экземпляра кротона. Растение обязательно должно иметь одревесневший побег. Для получения воздушных корней используют верхнюю часть взрослого побега, так как в дальнейшем она будет срезана. Выбранный участок освобождают от коры, оборачивают увлажненным мхом и закрепляют сверху полиэтиленовую пленку. Для успешного результата необходимо следить, чтобы мах оставался все время влажным. Через 1-1,5 месяца можно рассчитывать на появление воздушной корневой системы. Верхнюю часть побега с корнями остается только пересадить в грунт и обеспечить молодому растению полноценный уход. Размножение листом. Этот способ очень похож на метод черенкования, но менее эффективен. Часто, даже если корни развелись хорошо после посадки в грунт, рост прекращается и растение погибает. Срезание листа важно. Для получения саженца лист должен быть срезан таким образом, чтобы на фрагменте для укоренения осталась одна почка. В оперативном случае вырастить новый экземпляр не получится. Образование корней на срезанном фрагменте растения можно добиться двумя способами. Лист с почкой помещается в воду с добавленным в нее стимулятором роста, обрезок сразу высаживают в грунт под парник. В обоих случаях используется тот же пошаговый метод, что и при размножении черенками. Единственное отличие – срезанные листья не требуется выдерживать при комнатной температуре для подсушки. Размножение частью корня. Кротон имеет способность образовывать прикорневые отростки. Как правило, эта способность появляется у взрослых и хорошо развитых растений. Чтобы получить новый экземпляр путем деления корневой системы, следует придерживаться определенного порядка действий за день до проведения. Процедуры растения следует хорошо полить. Это облегчит разделение корневой системы. После извлечения растения из горшка следует отделить прикорневые отростки от основного корня. Взрослые растения пересаживаются в новый горшок, а молодые саженцы размещаются в отдельной емкости с установленным на них укрытием. Данный метод весьма эффективен. Недостатком его является лишь то, что он применим только при наличии хорошо развитого растения с прикорневыми побегами. Процесс укоренения и посадка. Для эффективного укоренения молодых растений, полученных черенкованием, отводками, семенами или делением, следует соблюдать определенные условия. Укорененный черенок посадка саженцев производится в притательный легкий грунт. Лучше всего приобрести его в специализированном магазине. Для ускорения корнеобразования следует обработать черенки либо срезанный лист препаратом для стимуляции роста. После того, как молодые растения окрепнут и двинутся в рост, их можно пересаживать в горшок большего размера. После этого можно сказать, что получен новый полноценный кротон. Уход за саженцами. Молодые растения весьма уязвимы и требовательны к уходу. Успеха удастся достичь, только обеспечив молодым растениям полноценный уход. Нужно заранее узнать, как укоренить кротон и как ухаживать за ним. Важным фактором является влажность. Установка укрытия стекла, пленки или пластика позволит поддерживать климат, необходимый для полноценного развития еще не окрепших саженцев кротона. Периодически следует приоткрывать парник для проветривания во избежание развития грибковых заболеваний, а также для закалки растений. Следует поддерживать также увлажненность грунта и не допускать его пересыхания. Саженцы остро нуждаются во влаге в период укоренения и первых недель роста. Важно! После снятия укрытия необходимо регулярно опрыскивать листья и протирать их от пыли. С конца марта до начала октября рекомендуется вносить подкормки. Для этого лучше приобрести жидкое комплексное удобрение специально для таких видов комнатных растений. Кротон – требовательное растение. Размножение и уход за ним должны выполняться строго по правилам. Болезни и вредители Среди болезней и вредителей кротона есть несколько наиболее встречаемых. К таковым относятся антракноз и корневая гниль, а к вредителям – щитовка и паутинный клещ. Антракноз – это грибковое заболевание, вызванное переувлажнением или переохлаждением корней. Причина переохлаждения, как правило, является полив холодной водой. Появление серых и красных пятен на листьях – первые симптомы этой болезни. При первых признаках следует незамедлительно прибегнуть к обработке специальными препаратами. Причиной корневой гнили также является избыток влаги в почве. Он может быть вызван неправильным составом грунта или отсутствием дренажа в горшке. Если листья кротона становятся бледными и опадают, высока вероятность, что это признаки корневой гнили. В таком случае лучше пересадить растение в новый горшок и поменять грунт. После пересадки также необходима обработка химическим препаратом. Паутинные клещи щитовка – самые распространенные вредители, которые могут нанести вред кротону. Признаками поражения паутинным клещом является появление белых пятен на листьях и паутины. При нападении щитовки на стеблях растения появляются темные пятна. В борьбе с этими вредителями помогут специальные препараты для обработки и регулярное мытье листьев. Кротон украшения интерьера важно. Для профилактики заболеваний необходимо регулярно мыть листья растений и опрыскивать их. Кротон как размножается, так и выращивается довольно сложно. Это под силу только опытным цветоводам. Но при должном старании и упорстве все же можно добиться успеха в этом нелегком деле. Процесс размножения может осуществляться несколькими способами. Кротон допускает размножение листом, черенками, семенами и отводками. Для каждого случая можно выбрать наиболее удобный и приемлемый. При должном уходе из молодых саженцев можно получить полноценное растение, которое станет изюминкой интерьера. Такого красавцы не стыдно будет показать коллегам-цветоводам. Продолжение следует...